всех приветствую на своем канале по вязанию меня зовут Лена в этом мастер-классе я связала уже обещанный джемпер лог чуть-чуть конечно его видоизменила я его чуть-чуть в другом виде показывала но как говорится хочется всегда проявить свою такую творческую жилку как вы видите это джемпер с цветочным узором это один из самых моих любимых вообще мотивов мне нравится их и придумывать и вырисовывать и вывязывать по пряжи давайте сразу расскажу пряжа это пух норки от онлайн магазина атрика по составу это пух норки 80 процентов 20 процентов нейлон вязала я в две ниточки норку и дополнительно взяла только одну ниточку длина у нас идет 350 метров на 50 грамм вес моточка 50 грамм плюс написано 20 грамм я так понимаю что это катушечка ниток которая идет в комплекте с каждым мотком код цвета его здесь конечно же не так хорошо видно это 866 внизу под видео я обязательно напишу и код цвета также оставлю все ссылочки на магазин и на пряжу конкретно на этот цвет также оставлю это очень красивый сиреневый цвет я не знаю камера передает его или нет называется он горная лаванда также в этом магазине представлено такое большое разнообразие цветов что можно только позавидовать по моему если я не ошибаюсь более 80 оттенков этой только пряжи помимо пуха норки вы также можете там найти большое разнообразие вот ну давайте перейдем наверное к самому джемперочку я расскажу на какой возраст я вязала возраст это 3-4 года по ширине примерно 34 сантиметра и в высоту если смотреть по спинке спинка как вы видите у меня связано лицевой гладью от начала воротничка до конца составляет 41 сантиметр вот значит давайте я свою подсказку положу по весу по весу сразу скажу это замечательный расход на такой возраст у меня ушло всего лишь 160 грамм то есть это чуть больше трех мотков видите это вот то что осталось у меня от четвертого мотка то есть вот из этого моточка можно еще и связать дополнительно какой-то аксессуар например повязку на голову либо придумать что-то еще интересное для отделка у меня уже созревают конечно планы я надеюсь их в дальнейшем реализовать по спицам по спицам резинку я вязала на четверки видите обратите внимание манжеты очень такие удлиненные то есть если даже вы вяжете на вырост вы сможете вот так вот подвернуть рукав вы видите как замечательно он смотрится у меня была на канале подобная модель тоже знаете такая с ажурными дорожками по рукаву тоже с таким расклешенным рукавчиком смотрите какие я зигзаги сделала интересные мне показалось что вот с этими ажурными дорожками которые соединяют цветочки очень смотрится так симпатично и органично по цветам как вы видите я использовала шишечки вывязываю я их спицами все очень подробно у меня будет в мастер-классе каждый цветочек мы с вами будем вязать отдельно давайте я вам еще покажу схемы которые я буду использовать начну с рукавов видите это зигзаг кратно 8 петелькам рапорт составляет 12 рядов все конечно у меня по узорам как вы знаете я оставляю отдельно на каналах дзен и вконтакте то есть я создаю сначала пост со всеми схемами указывать на какой возраст будет моделька спицы и некоторую другую информацию и вот у меня идет сами цветочки как вы видите у меня их два здесь я использовала то есть их в разных на разной высоте как вы видите то есть у меня идет два рапорта вот этих цветов и плюс еще один дополнительный вот этот цветочек и каждый цветочек какой заметили у меня оканчивается на разном уровне еще я хочу оставить такое небольшое уточнение по цветам смотрите если вы будете вязать 4 цветка пера набирайте четное количество петель если как я будет будете вязать нечетное количество то есть 357 и так далее то обязательно набирайте нечетное количество петелек у меня было как вы видите 5 цветков повыше 5 цветков поэтому я набирала 61 петлю на спинку и наперед так что еще хотел сказать их цветы также можно оставить не на разном уровне можно продолжать их вязать вдоль всего джемпера просто при регланных скосах переставать их вязать вот и все в принципе здесь никакой хитрости такой сложный нет вот значит давайте дальше продолжим как вы видите это реглан снизу то есть кто смотрит мои мастер-классы знает и это мой любимый реглан сверху я почти вещи не вижу может в дальнейшем я и приспособлюсь к вязанию сверху но пока что мне удобнее так все перерасчитать и связать все по размерам набирала я как говорила нечетное количество петелек резинку вязала на спицах четверочка основное полотно на спицах номер пять по плотности 18 петелек на на 25 с половиной 26 рядов это 10 на 10 сантиметров то есть полотно такой знаете достаточно воздушное получилось оно достаточно теплое то есть и она я бы сказала средней плотности и не слишком дырчатая но и не тугой потому что знаете мне кажется есть пух норки что-то вязать достаточно плотно я не знаю мне кажется так будет не так интересно смотреться все таки пух норки он и должен создавать такую воздушность самой модели если честно я вязала первый раз из этой пряжи а очень понравилось и крутка нитки и то есть и петельки не теряется ничто не соскальзывает даже если что-то где-то надо под распустить ниточка остается достаточно ровной то есть и она не волнит считаю это большим плюсом для нити что она не запутывается и и даже легко под распустить вот набрала резиночку связала сначала на 4 на номер 4 спицах резиночка здесь невысокая буквально 3 3 с половиной сантиметра потом продолжила вязать сам узор очень подробно мы с вами будем его распределять я буду показывать вплоть вот до этого момента то есть мы свяжем с вами полностью раппорт узора который составляет 36 рядов я буду показывать все основные моменты где шишечки мы вяжем как ориентироваться по схеме как ориентироваться уже когда схема нам не понадобится например уже когда вот у меня остается цветочек посередине здесь в принципе уже по схеме особо петельки не подсчитаешь и я объясню как сориентироваться где вязать шишечки когда мы довяжем с вами до прой мы их снимаем на ниточку по моему по 6 петелек если не ошибаюсь я снимал и вяжем рукава рукава я также начала на номер 4 спицах связала достаточно длинный манжет здесь 10 сантиметров манжета потом сразу сделала максимальные прибавки то есть ширина уже которой мне нужна у проймы то есть дополнительно прибавочек я нигде не делала и так как у меня петелек было больше чем сам раппорт узора я просто вот эти четыре петли по моему здесь 50 звена для раппорта узора понадобилось только 48 петель я просто их оставила посередине то есть рисунок не сбивается и достаточно так все симпатично смотрится вот довязала также их до проймы а по моему разница рукавов и самого джемпер составляет 10 рядочков то есть рукав вместе с резинкой 80 рядочков здесь вместе с резинкой 70 рядов потом мы их объединяем в единое полотно я показываю как распределить регланной линии в принципе там ничего сложного также нет регланная линия участвует первая петелька детали и последняя петля той же детали у нас 4 детали два рукава спинкой перед поэтому все будет легко просто вяжем вверх доходим до нужного момента и будут у нас с вами поворотные ряды поворотных рядочков немного только всего лишь 6 потом вяжем с вами горловину и закрываю я ее эластичным способом также с помощью накидов можно также использовать закрытие с помощью иглы я не рекомендую закрывать обычными способом потому что все таки знаете пухнорки недостаточно сильно держит эту резинку и все таки вот эти вот эластичные способы они и придают ее чуть более такое и одновременно и сжатые вид но и достаточно так вот растяжимая остается горловина то есть при надевании джемпер ничего мешаться уже не будет вот по рядочкам по сколько петель я набирала я не могу вот так вам сделать тетрадочку вы можете сделать скриншот также под каждым видео вы можете найти описание хода работы то есть полностью ход работы я прописываю также под видео потому что видео я могу и оговориться что-то сказать не точно либо просто забыть записать какой-то момент всегда вы сможете найти подсказки вот если вам понравился этот джемпер обязательно попробуйте связать его вместе со мной моделька такая у меня получилась воздушная интересная я считаю очень оригинальный например в качестве подарка под новый год мне кажется это идеальное решение для ваших детей внуков племянников и так далее самых наших любимых и близких вот а мы приступаем к началу работы итак я начинаю работу вязать я буду в две ниточки основных и добавлю одну дополнительную нить на спицы номер 4 на одну спицу я буду набирать 122 петельки плюс одна дополнительная для замыкания в круг и хочу обратить сразу внимание на то здесь все зависит от того сколько цветков вы будете располагать на своем джемпере если это будет 3 5 7 так далее то есть нечетное количество соответственно нам нужно набрать нечетное количество на спинку и перед вот в данном случае у меня будет 5 цветков я набираю по 61 петли со спинку и спереди если бы у меня было 4 цветка соответственно я бы набрала например ну там зависит от того как распределять это 120 петелек надеюсь принцип понятно потому что потом я могу об этом забыть сказать итак набираем 123 петли я не сильно затягиваю нить как при наборе если у вас так не получается набирайте на две спицы после того как мы набрали нужное количество будем замыкать петельки в круг перед этим обязательно проверьте чтобы косичка у нас нигде не переворачивалась петельку с левой спицы с мы снимаем и набрасываем на нее петельку с правой возвращаем назад подтягиваем ниточки и начинаем вязать резиночку один на один чередуем лицевая изнаночная лицевая изнаночная первый ряд мы провязываем полностью за переднюю стеночку второй и последующие ряды я буду вязать лицевую за переднюю стеночку а изнаночная за заднюю лицевая за переднюю изнаночная за заднюю итак я связала резиночку на высоту три с половиной сантиметра это до втл поэтому после этого я могут размер поменять поменяться здесь 10 рядов теперь я меняю спицы на номер пять и мы начинаем вязать с вами по рисунку как вы видите здесь у нас будет два цветка точные две линии цветков всего линий у меня будет пять поэтому я в самом начале видео уже говорила набирать петли нужно исходя из того сколько линий у вас будет если 4 то четное количество если 5 3 так далее то нечетное количество на спинке должно быть и на спереди то есть у меня в данном случае будет пять линий и у меня поэтому набрано по 61 петельки теперь давайте перейдем к рапорту узор как вы видите здесь 22 петли здесь сразу представлено два цветка но пять цветков то есть рапорт начинается вот с этих двух лицевых ими же у меня потом для симметрии это все будет заканчивается то есть два рапорта полных это 22 92 петельки плюс еще рапорт то есть это 44 то есть вот так вот два рапорта у меня будут занимать уже 44 петли и пятым цветком у меня будет вот этот цветок на 11 петелек то есть 44 петли плюс еще 11 петелек это 55 и остается прибавить после вот этого уже пятого цветка у нас будет еще две лицевые для симметрии это 57 петелек теперь просто отнимаем от 61 у нас остается 4 свободных петли и мы их разбиваем по бокам от цветка то есть до начала того как мы начнем вывязывать рапорт у меня будет 2 лицевых и также после окончания всего узора у нас останется 2 лицевые сейчас вы все поймете для этого еще приготовьте лучше второй маркирочек отличный от начала ряда чтобы отметить начало спинки чтобы потом не ошибаться как я говорила до начала вот этого вязание узора у нас свободных будет 2 лицевых петли лицевые петельки мы вяжем в первом ряду там где была лицевая это вот после резинки мы вяжем за переднюю стеночку и теперь мы начинаем вязать узор как вы видите он у нас повторяющийся 5 вяжем 1 2 3 4 5 5 лицевых 1 2 3 4 5 далее у нас идет накид 3 петельки вместе лицевые и накид делаем накид теперь смотрите до этого я все петельки переворачивать так чтобы можно было их провязать или снять за передние стеночки это только тяжеловато в этом ряду так как мы переходим с резинки а здесь чуть-чуть петельки все расположены по-другому далее чтобы вот средняя петля оказалась посередине как это нужно сделать 2 петельки вот так снимаю за передние стеночки следующую петлю вяжу лицевой и теперь 2 петли вот так вот на них накидывают видите на средняя петля оказалась посередине и после этого снова идет накид так как мы убавили две петли после этого считаем 1 2 3 4 5 6 7 8 8 лицевых все связали и снова у нас идет накид 3 петли вместе смотрите снова переворачивание здесь только лиц изнаночную надо 2 перевернуть делаю накид 2 петли сначала снимаю вяжу третью и теперь вот так вот накидываю петельки все у нас оказалось средняя посередине и снова делаю накид и теперь смотрите у нас также будет 8 петелек то есть 3 от начала ой от конца и 5 от начала то есть все 60 одну петлю мы с вами вяжем 8 лицевых и снова вяжем 8 лицевых и снова убавочка 2 петелек то перед этим мы делаем накид переду бабочкой и после нее обязательно делаем накид и снова вяжем 8 лицевых и вот таких вот бабочек с накидами у нас напоминаю будет 5 цветочков вяжем встретимся с вами сразу после 5 у бабочки я сделала пятую бабочку и теперь смотрите это у нас был пятый цветок и то есть это мы вяжем только до середины получается до 11 петли мы считаем 123 мы довязываем 3 лицевые и как я уже говорила последние 9 петельки для симметрии и довязываем оставшиеся две петельки для симметрии 1 и 2 как вы помните по бокам у нас остались петли которые не входят в общий рисунок это 4 петли 2 петли у нас были в начале и мы также две петли провязываем конце все теперь давайте отметим марки ручками перед и спинку я наверно красивый оставлю для начала ряда спинку отмечу вот этим желтым марки ручка вот и смотрите пересчитайте для начала чтобы на спинке также было 61 петля и после того как мы убедились в правильности подсчета смотрите вы можете связать спинку точно таким же узором то есть повторяю те же действия что мы делали и спереди то есть отступаем 2 лицевые и начинаем вязать раппорт то есть смотрим видео если вы не запомнили либо посмотрите как здесь все здесь все здесь принципе все четко написано вяжем 2 раппорта и еще один цветочек после него идут 3 лицевые вот это то что в хойф раппорт я на спинке узор вязать не буду то есть здесь я провяжу только лицевые петельки также там где у меня была лицевая я вяжу за переднюю стеночку где была у меня изнаночная я провязываю за заднюю стеночку и встречаемся с вами во втором ряду во втором ряду смотрите на самой схеме его нет здесь мы просто петли вяжем все лицевые в том числе и петельки накида только обратите внимание как вы делали накид чтобы не связать скрещенной петелькой видите у меня в данном случае надо провязать за переднюю стеночку если у вас накид вот так вот выглядит его нужно вязать за заднюю стеночку то есть все зависит от того как вы привыкли его делать лицевые мы уже все просто провязываем за переднюю стеночку и встречаемся с вами в третьем ряду третий ряд третий ряд вяжется точно так же как мы вязали 1 то есть мы вяжем сначала 2 лицевые которые не входят в раппорт узора затем у нас начинается 5 лицевых 1 2 3 4 5 и смотрите вот вот эти как раз 3 петли и участвует наших бабочках то есть делаем сначала накид снимаем две петли за переднюю стеночку третью петлю провязываем и накидываем на нее две снятые вот видите по серединке петелька осталось и после этой убавки снова делаем накид вяжем 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть 8 лицевых накид убавка накид снова 8 лицевых то есть повторяем и после пятого цветочка конце 3 ряда у нас остается как вы помните 3 петельки до конца то есть 9 10 11 петля и 2 петельки симметрия то есть общее количество 5 лицевых и на этом раппорт закончен из боков не забывать у нас остается по 2 лицевые все вяжем спинку в третьем ряду и встречаемся с вами в пятом ряду смотрите у нас начнется цветочек цветочек у нас будет у второго и четвертого цветка пятый ряд смотрите мы сначала провязываем с вами первый цветок то есть довязываем все петельки до него их даже нужно и не считать вот они эти три петли мы делаем накид перед ними снимаем 2 петельки за переднюю стеночку вяжем третью петлю и набрасываем и после этого снова делаем накид и теперь смотрите после этого мы считаем 1 2 3 4 5 6 7 7 лицевых 1 2 3 4 5 6 7 то есть получается по бокам от 3 петель то есть вот они центральные 3 петли вот петелька и вот петелька и вот из них мы будем вязать по две шишечки смотрите как я это делаю поднимаю протяжку перед этой петелькой и вяжу ее скрещенной лицевой то есть видите она как бы за переднюю стеночку выглядит а я ее провязываю за заднюю стеночку затем из петельки на спице я вывязываю 3 петли петля накид петля и снова поднимаю протяжку вот она идет от накида вот она видите тут подцепайте смотрите вот чтобы ниточка шла вот от нитки которая находится на спице и снова вяжу скрещенной лицевой переворачиваю вязание и теперь смотрите снимаю первую петлю и вяжу 4 изнаночных снова переворачиваю вязание снимаю кромочную 4 лицевых и последний раз переворачиваю кромочная и 4 изнаночные и после этого мы закрываем себе петель петельки я это делаю так 3 петли я сниму затем провяжу 2 петли вместе и вот так вот по очереди набрасываю все петельки то есть мы вы можете также закрыть и чтобы петля была в середине в общем закрывать петли можно как обычно главное чтобы получилось снова одна петля после этого мы вяжем 3 лицевые то есть убавочек и накидов здесь не будет так вот выгибание 1 2 и 3 и теперь снова нам нужно связать вот эту вторую шишечку повторяем действие я вам покажу еще раз скрещенная протяжка потом из петли на спице мы вывязываем 3 петельки то есть петля накид петля и снова из протяжки мы вяжем лицевую скрещенную перевернули вязание и вяжем кромочная раз два три четыре лицевые снова перевернули кромочная 4 лицевые перевернули 4 изнаночных и после этого закрываем все петельки я 3 петли вот так сниму затем провяжу две петельки вместе поочередно вот так аккуратненько просто набрасываю так вот шишечку чуть-чуть выгибаем чтобы она во внутренне ушла подтягиваем ниточки и вяжем дальше смотрите провязываем сейчас получается третий цветок и возле 4 снова повторяем эти же действия и 5 цветок мы просто также вяжем с бабочками то есть формироваться цветочек у нас с вами будет только получается на втором и четвертом стебле здесь все тоже самое повторяем я знаю что я вот так вот подробно это все показывают просто иногда кому-то может быть непонятный вот 3 связала и вижу от 3 7 лицевых как вы помните мы уже с вами вместе посчитали раз два три 4 5 6 и 7 и вот то есть три петельки в середине остаются и вот бы у боковых петелек мы вывязываем две шишечки я уже наверно не буду на этом останавливаться так как у этого цветка я показала их достаточно подробно после того как мы сделали все у бабочки с вами о извините что говорю мне бабочки а шишечки в 4 на стебле мы уже вот эти связали мы вяжем оставшийся 5 цветочек и затем переходим с вами к шестому ряду шестом ряду я еще раз остановлюсь покажу как будет выглядеть наша шишечка у меня начинается шестой ряд точнее я уже его начинаю вязать я дохожу до шишечки вот она видите у представлена как и провязываю также лицевой за переднюю стеночку чуть-чуть подтягиваем ниточку чтобы она не ушла во внутреннюю изнаночную сторону и вяжем затем встречаемся в седьмом ряду седьмом ряду смотрите у 1 3 5 цветочка то есть где не было шишечек мы делаем все те же у бабочки то есть накид 3 вместе петельки накид там где у нас цветочек шишечками мы просто провязываем лицевыми петельками еще раз повторю 1 3 и 5 то есть последний цветочек мы делаем убавки где цветочки шишечками вот видите пустые клеточки значит мы вяжем полностью все лицевыми петельками значит потом вяжем своим восьмой ряд и встречаемся уже в девятом ряду мы начнем делать второй ряд шишечек также у второго и четвертого цветка у нас начинается 9 ряд смотрите я уже довязала до первого цветка почти то есть также продолжаем пока в первом третьем и пятом вязать по одной схеме то есть накид 3 петельки вместе накид и теперь смотрите 1 2 3 4 5 5 лицевых 1 2 3 4 5 то есть проще говоря вот до этой шишечки у нас остаются две петли вот смотрите петля с шишечкой и вот наши две петли до нее в первую петлю точно таким же образом вяжем следующую шишечку то есть все то же самое как я вам и показывала далее после этой первой шишечки мы вяжем 3 лицевые шишечку хорошо подтягиваем и вяжем 1 2 и 3 и то есть вот петля которая идет у нас вот этот центральная где мы делали убавки на ней у нас как раз и будет 2 шишечка вяжем ее и после 2 шишечки снова провязываем 3 лицевые 1 2 3 то есть смотрите через одну петлю мы будем делать вторую шишечку вот если считать от нижней то есть одна вот здесь вот шишечка на этой петли располагается потом одна лицевая и шишечка почему я это объясняю потому что потом мы некоторые цветки будем переставать с вами визжать чтобы вам было легче ориентироваться то есть шишечка петля и снова шишечка вяжем третью петлю 1 то есть и петли из протяжки 3 петли из самой петельки на спице довязываем третью шишечку после того как мы связали последнюю шишечку до следующего цветочка у нас до у бабочек вот этого стебелька должно остаться 5 лицевых 3 4 и 5 мы дошли с вами до третьего цветочка делаем в нем у бабочки с накидами и снова вяжем 5 лицевых 2 3 4 и 5 и мы дошли до 4 цветочка и делаем точно такие же действие как мы делали и здесь то есть делаем шишечку вяжем 3 лицевые 3 шишечка у нас с вами должна совпадать вот с этой петелькой с центральной мы делаем на ней вторую шишечку снова 3 лицевых и делаем шишечку до следующей убавочки у нас останется снова 5 лицевых затем делаем убавку в пятом стебельке с накидами и провязываем 9 ряд полностью потом мы вяжем с вами 10 ряд в нем не мы ничего не делаем затем 11 в 11 ряду давайте с вами снова встретимся у нас начинается 11 ряд в одиннадцатом ряду мы лишь делаем у бабочки в первом третьем и пятых цветках как вы видите по одиннадцатому ряду во втором и в четвертом идут одни лицевые петельки то есть мы провязываем 11 сделав у бабочки вот в этих цветочках где идут накиды продолжается такой у нас длинный стебелек далее вяжем с вами 12 ряд полностью лицевые петельки и встречаемся уже в тринадцатом ряду у нас с вами будет получается третий ряд шишечек вот в цветочках 13 ряду мы также проходим сначала с вами первый цветочек где делаем убавочку из трех петелек с двумя накидами и теперь смотрите вяжем 1 2 3 4 5 6 7 7 петелек лицевых 1 2 3 4 5 6 7 как можно еще сориентироваться то есть мы сейчас шишечки делаем на уровне вот этого первого нижнего ряда то есть вот у нас будет шишечка и потом через три петли 1 2 3 вот ряд с нижней шишечкой то есть здесь уже можно ориентироваться спокойно по самому рисунку здесь в принципе ничего такого сложного нет вяжем вот эти две шишечки на уровне нижнего ряда между шишечками у нас три лицевые после того как мы связали второй цветочек мы вяжем снова получается 1 2 3 4 5 6 7 7 лицевых одну петельку я связала 2 3 4 5 6 7 вяжем убавочку снова 7 лицевых вяжем по той же технологии 2 цветочек и затем 5 цветок мы также делаем убавочку после того как мы свяжем с вами 14 ряд то есть все петельки лицевые мы вяжем 15 ряд в пятнадцатом ряду мы делаем только убавочки первым третьим пятых цветках а во вторых и третьих мы провязываем также лицевыми затем вяжем 16 ряд лицевые петельки и встречаемся с вами в семнадцатом ряду у нас будет последний ряд шишечек у меня начинается 17 ряд схеме я внесла некоторые изменения решила цветочек не делать таким вот вытянутым смотрите он уже сформировался очень симпатично получился и поэтому я решила наш последний ряд где должна быть только одна шишечка заменить также на формирование вот этой вот дорожки то есть получается 17 19 и 21 ряды мы делаем у бабочки во всех пяти цветах с первым цветочком нам более-менее конечно уже все понятно как он формируется теперь у нас давайте посчитаем сколько лицевых между ними 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть мы довязали до второго цветочка 8 лицевых и вот они как раз 3 срединные лицевые которые были между вот этими двумя верхними шишечками и будут образовывать нашу дорожку то есть мы делаем накид снимаем точно также две первых петельки за переднюю стеночку вяжем петельку накидываем снятые накид и снова вяжем 1 2 3 4 5 6 7 8 то есть до следующего цветка у нас с вами должно остаться также 8 лицевых и повторяем наши действия точно также поступаем и в четвертом цветке вот они наши шишечки вот петелька первые шишечки петелька вторая и вот на этих трех лицевых мы и делаем бабочку я думаю здесь ничего в этом сложного нет как я говорила здесь мы с вами вяжем 17 ряд затем лицевый ряд нечетный 18 19 снова бабочки и в двадцать первом ряду снова бабочки между ними идут нечетные ряды такие как двадцатый и двадцать второй ряды это просто остаются наши лицевые петельки и с вами мы уже встретимся в двадцать третьем ряду где начнем формировать шишечки у наших первых третьих и на пятом цветочки у меня начинается двадцать третий ряд мы начинаем делать шишечки у первого третьего и пятого цветка две первых петли я уже провязала которые не входят в рапорт рисунка далее до первой шишечки мы вяжем 4 лицевые два три четыре и у петельки видите вот эти вот центральные три петли остаются вот они как раз будут посередине между нашими шишечками то есть мы делаем в петлю до этих трех петелек и в петлю после этих трех петелек то есть здесь даже можно и не считать просто уже можно ориентироваться по рисунку шишечки мы уже с вами вязали поэтому думаю справитесь здесь самостоятельно единственное что здесь смотрите вот протяжка протяжка смотрите обязательно должна идти от петли которая находится на спице вот она подергайте и и убедитесь в этом это очень важно вяжем первую шишечку как я говорил между шишечками остается у нас три лицевые 1 2 3 то есть это как раз накид бабочка накид и снова делаем шишечку еще раз смотрите обязательно чтобы первая ниточка шла вот протяжка от петельки которые находятся обязательно на спице но это вот в основном момент обращайте момент внимание когда вот именно мы переходим вот с этих накидов далее когда петельки лицевые здесь уже в протяжках полегче чуть чуть будет их видно и они так вниз не опускаются вяжем вторую шишечку и далее у нас по рисунку идет 7 лицевых петелек 1 2 3 4 5 6 7 все у нас все совпало все правильно и теперь смотрите во втором и четвертом цветочки то есть где мы уже вязали цветы у нас будет продолжаться вот этот вот длинный стебелек то есть мы делаем накид у бабочку из трех петелек и накид и снова вяжем 8 так сейчас 1 2 3 4 5 6 7 7 петелек после накида 1 2 3 4 5 6 и 7 и и снова видите у нас совпадает так что в петельку до вот этих трех центральных петелек и в петлю после накида у бабочки накида мы делаем шишечки то есть посмотрите вот сейчас я постараюсь разложить у нас будут шишечки идентичные первым третьем и пятом цветке здесь мы продолжаем просто вязать прямо делая у бабочки а осталось нам сделать в третьем и в пятом идентичные шишечки то есть по обе стороны вот от центральных вот этих трех петелек поэтому я еще раз говорю здесь можно не подсчитывать здесь уже можно ориентироваться по самому рисунку после того как мы провяжем с вами полностью 23 ряд мы вяжем 24 лицевыми петельками провязываем все затем 25 в двадцать пятом ряду 1 3 5 цветы мы провязываем снова просто лицевыми петельками а во втором и в четвертом цветочки мы снова делаем у бабочки и соответственно двадцать шестой ряд четный мы снова вяжем лицевыми петельками встречаемся с вами уже в двадцать седьмом ряду двадцать седьмой ряд посмотрите первые две петли я уже связал которые не входят в раппорт и теперь провязываем еще две лицевые как я и говорила у нас разница между нижней шишечкой и шишечка со второго ряда будет в одну петлю они как будут видите вот этот вот ряд нижней шишечки потом петля и шишечка которая идет со второго ряда вяжем первую шишечку между каждыми шишечками напоминаю у нас идет по три лицевые петли вот эта вторая шишечка обязательно должна выпадать у нас как я говорила вот на эту бабочку то есть ряд с у бабочкой центральная наша лицевая это будет вторая шишечка затем от нее также мы провяжем три лицевые и свяжем затем последнюю третью шишечку из цветочка после того как мы связали этот второй ряд шишечек у первого цветочка мы считаем 1 2 3 4 5 5 лицевых и мы должны дойти до второго цветочка во втором четвертом цветке мы продолжаем делать у бабочки с накидами и снова после них идет 1 2 3 4 5 и 5 лицевых до 3 цветка как я и говорила вот мы дошли знаете еще так можно ориентироваться вот чтобы не гадать где вот эта шишечка расположена вот смотрите от центральной петли вот здесь будет наша вторая срединная шишечка считаем 1 2 3 и значит здесь у нас будет начало между шишечками напоминаю между 1 2 2 3 находится по 3 лицевые таким образом мы продолжаем делать шишечки у третьего и у пятого цветка у четвертого нам осталось сделать с вами только у бабочки затем мы вяжем провязываем 28 ряд лицевыми петельками в двадцать девятом ряду где цветки мы вяжем мы ничего не делаем в самом цветке то есть лицевой ряд будет 2 4 цветок это также у бабочки 30 ряд лицевые петли и затем в тридцать первом ряду мы с вами снова встретимся вот мы и подошли можно сказать так каком небольшом завершающему этапу у нас идет тридцать первый ряд мы сейчас делаем последний ряд шишечка вяжем первые две петли которые не входят в раппорт узора и снова вяжем 4 лицевые 1 2 3 4 и посмотрите вот как у нас должно совпадать то есть ряд 1 1 шишечки должен совпадать с рядом с третьим где мы будем вязать шишечку то есть между вот этими сейчас двумя шишечками останется снова 3 лицевых петли одна из центральных петелек это центральная я думаю вы уже более-менее разобрались в этом рисунке вот это нужно знаете для чего разбираться потому что сейчас в 1 и 5 цветок вот после этих шишечек мы перестаем вообще вязать то есть он будет выглядеть вот именно так то есть стебелек и цветок на этом все первый я еще раз скажу и пятый последний мы продолжим с вами вязать которая идет 2 3 и 4 пока давайте провяжем с вами первый цветочек после того как мы провязали шишечки 3 3 ряд вот этих шишечку первого цветка у нас все также остается 7 лицевых до следующего накид у бабочка из 3 петелек накид и снова довязываем теперь 7 лицевых до 3 цветочка и еще раз повторюсь после этого мы вот этот первый пятый цветок вязать не будем сейчас вяжем шишечки у 5 цветочка у бабочки у четвертого и третий ряд шишечек у пятого цветка затем вяжем снова ряд лицевых это получается 32 затем 33 ряд снова лицевые только у бабочки будут снова во втором и четвертом цветочки вот затем вяжем 34 ряд и в 35 ряду мы снова с вами встретимся у меня начинается 35 ряд это последний ряд рапорта я хочу обратить ваше внимание на то как я говорила первый цветочек и последний он же пятый цветок мы вообще больше ничего здесь вязать уже не будем то есть мы их забываем у нас остается вот эти только три центральных цветка теперь смотрите вот для чего я объясняла что легче вязать уже по самому рисунку то есть ориентируясь на петельки как они располагаются располагается давайте довяжем вот до этой вот дорожки вот я дошла до нее смотрите напомню вам что это дальняя дорожка то есть вот эти две дорожки по бокам от центральной косы это вот этот рисунок центральный узор у нас будет идти по первому рисунку то есть в давайте я буду так называть первый второй теперь третий давайте перейдем на вот этот счет здесь мы также продолжаем как вы видите вязать бабочки то есть у бабочка накид и давайте с вами до вяжем до центрального цветка который находится посередине вот посмотрите вот они наши три центральные петли то есть вот это шишечка наш центральный от нее идет петелька посередине еще две стоят пока и мы начинаем вязать также с вами бабочки то есть накид вот эти три петельки вместе накид и продолжаем вязать до следующего цветочка вот мы дошли до него и еще раз напоминаю это схема вот этого цветка который дальний мы также делаем у бабочку накид и все и мы теперь довязываем перед просто лицевыми петельками так как мы вот этот пятый цветок трогать вообще не будем маркер я со спинки пока наверное убирать не буду знаете он понадобится нам в дальнейшем для того чтобы убавлять петельки с вами на проймы так сейчас значит мы связали получается с вами 35 ряд как вы видите это мы перешли снова на у бабочки и накиды и далее мы продолжаем с вами вязать с первого ряда узора еще раз хочу обратить ваше внимание что у нас остается три центральных цветка причем схема или как вам удобно называть это второй третий четвертый наверное давайте так оставим может так легче вам будет ориентироваться или вы можете назвать каждый их для себя на что хочу обратить внимание сейчас когда мы начнем вязать вот эти цветочки у нас также потом цветок вот этот свяжется и вы можете также оставить его то есть больше не провязывать а дальше заняться только центральным цветком думаю по схеме вам уже понятно то есть когда мы начнем вот 36 ряд свяжем на чем с первого ряда вязать мы до вяжем его получается до 13 ряда сделаем последний ряд шишечек и 2 4 цветок я далее не планирую вязать а продолжать по рапорту буду только цветок который находится по середине также связав его на высоту вот этого рапорта то есть 34 петли надеюсь я более менее понятно вам все объяснила далее мы продолжаем с вами вязать до проем когда мы довяжем до проем нужное количество рядов мы перейдем отложим это вязание и уже перейдем на отдельное вязание рукавов дальнейшем мы начнем соединять все детали